Что нужно делать для того, чтобы развивать спорт среди инвалидов? Создавать условия для того, чтобы где-то они могли заниматься и объяснять людям, что это и им надо. И вот такое объединение тогда может и развивать и хоккей, в данном случае Слэдж у нас на базе АК, 5 лет назад он появился и довольно-таки успешно развивается. Мы с нуля, где в мире уже 15-30 лет в разных странах занимаются этим видом спорта, мы только 5 лет и наша сборная России вышла уже на третье место среди лучших команд мира. И сейчас мы надеемся, что она в Сочи на Паралимпийских играх будет претендовать и на более высокое место. Скажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы развивать спорт среди инвалидов сейчас? Ну, в стране уже, я знаю, много строится спортивных объектов, которые адаптированы для данных спортсменов. Было бы желание у спортсменов и были бы созданы условия, еще раз повторюсь. Условия в данном случае на базе АК, я считаю, созданы все. И поэтому мы показываем, наши спортсмены показывают достойный результат и на Паралимпийских играх в Пекине, в Лондоне. Сейчас, надеемся, в Сочи тоже самое. Они будут на самых высоких местах. А считаете, может быть, что-то препятствует популяризацию этого спорта среди инвалидов? Или чего-то не хватает, может быть? Реклама, наверное, нужна побольше, потому что охватить надо более большую массу людей, привлечь людей. Но вот этого, может быть, не хватает еще. Не все знают, что какие-то виды спорта есть. Ведь видов спорта много существует для людей с ограниченными возможностями. И боча, и волейбол, и сидя, и регби, и много-много можно перечислять, которые виды спорта не все знают. В данном случае слэш-хоккей появился в 5 лет. И вот видите, он уже стал популярным у нас в стране даже. В наше время уже в России 8 команд. Будет участвовать на чемпионате России, который пройдет в декабре месяце в городе Алексе. Мы надеемся, что будет и трибуна более полной, чем первые годы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а сколько все это стоит? Сборы, спортивные снаряды? Кто финансирует? Ну, по-разному. Центры, регионы содержат эти клубы. Содержание каждого хоккеиста. Ну, обычный хоккеист, как и в здоровом виде. То же самое у них практически. Защитка, та же амуниция. Санки вместо коньков. Ну, также приблизительно можно сопоставить по цене. То же самое стоимость льда, стоимость проживания, питания. Это сопоставимо со здоровым видом спорта. Вообще выделяемых денег хватает? Ну, это вопрос не ко мне. Но я думаю, у нас в России так... Вот эти 8 регионов, которые участвуют в первенстве России, ну, где-то находят деньги. И, видимо, хватает. И появляется все больше и больше желающих содержать команды. Сегодня только 8 команд. Я знаю, что в Санкт-Петербурге еще 9 команда, возможно, скоро появится. Вот в Москве сейчас еще одна команда появилась, звезда. Люди развивают хоккей, находят финансы. Как и везде, в любом виде спорта, надо найти финансы. Не только там, в следующем хоккее. Та же проблема. Так просто лишних денег ни у кого она нет. Скажите, пожалуйста, реально вовлечь 20 миллионов инвалидов там в занятия спортом? Вообще, что для этого надо делать? Ну, у нас 15 миллионов в стране инвалидов, насколько я знаю. Ну, реклама нужна. И условия, еще раз повторюсь, могу дальше сказать. Вот у нас в Олексине, ну, слава Богу, что мало детей инвалидов. Но у нас создана уже команда инвалидов, детей, по следующему хоккею. Ну, надеемся, что из соседних районов Тульской области тоже будут привлечены такие дети. И будут играть. Потому что у нас уже впервые она в России, нет таких команд. И в Европе практически нет. В Германии одна команда, в Италии сейчас создается. Много команд таких детей, по следующему хоккею, в Северной Америке. Первая команда создана в городе Олексин. Правда, пока их только 7 детишек. Но мы надеемся, что сейчас из соседних районов привлечь. Потому что, ну, нет таких инвалидов, спортсменов, детских детей, которые соответствуют вот этим заболеваниям. Поэтому мы надеемся, что сейчас из Ленинского района, из других районов, из Задоева, привлечем еще 5-6 мальчишек, девчонок даже можем привлечь, которые будут тоже заниматься следующими хоккеями. Они ходят к нам с удовольствием, ходят, ласки горят. Мы, самое главное, не только спортивную составляющую оказываем, но и вот социальные проблемы решаем. Потому что эти дети в будущем нужны и вот этим командам, которые сегодня существуют, восьми командам. Потому что откуда-то надо пополняться людям. Не только вот уже 30-40-летним мужчинам, которые уже, ну, еще там 5-10 лет поиграют и все. А эти дети, у них все впереди. Они через 2-3 года спокойно будут играть вот в этих командах мастеров. Вот Дмитрий Анатольевич говорил, что нужно в 2020 году, по-моему, порядка 2,5 миллионов привлечь. Тут очень точно я. Он приезжал сюда. Не ошибся. 2,5 миллионов. Вот. Это реально. А если у нас их всего 15 миллионов, то вообще что с остальными? Это реально было бы желание в каждом регионе. Я знаю, касаемо Тульского региона, сейчас активно реклама идет. Вот я езжу в машине, слышу радио, объявляются, приглашаются. Набор различной секции. Почему бы нет? Ну, что-то там, какие-то условия, я знаю, в Тульской области создаются. Ну, вот я про Тульскую область опять говорю. Центр инвалидов, там что-то они набирают. Движение пошло, я считаю. С остальными 12,5. Куда? Ну, в каждом регионе должны то же самое. Создавать свои условия. Каждое, не только областном центре, но и райцентре. Вот в Алексине, слава богу, появился. Я считаю, что надо такие условия создавать и в других районных муниципальных образованиях. Вот сейчас в Тульской области много фокус строится. Они должны быть адаптированы и для инвалидов. Тогда будет все хорошо. И 2,5 миллиона будут, возможно, заниматься. Почему бы во всех этих тульских бассейнах в Тульской области не заниматься ребятам, которые с ограниченными возможностями. О возможностях мы говорим с ограниченными возможностями. На самом деле, у них духа больше, чем у здоровых спортсменов порой, и чаще всего. Потому что они уже, когда в беду попали, они более духом сильны. И поэтому возможности у них не ограничены, можно так сказать.